МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В администрации обсудили строительство нового здания детской поликлиники, замерзшие лужи на проезжей части, последствия аварии на перекрестке Гоголя-Березовой, чемпионат по футболу 5+. В Сарове стартовал новый турнир проекта «Школа Росатома». Далее расскажем обо всем подробно. Споры вокруг ситуации с детской поликлиникой в Старом районе набирают обороты. Изначально главным у саровчан был вопрос, что делать, когда поликлинику на проспекте Мира закроют. Администрация успокоила граждан. Здание не передадут для других нужд до тех пор, пока не будет доступна равноценная альтернатива. И она нашлась. Детскую поликлинику в Старом районе планируют построить на улице Силкина, недалеко от седьмой школы. Однако эта новость вызвала у жителей близлежащих домов еще больше вопросов. На каком конкретном участке будет возводиться новая детская поликлиника, именно это стало темой публичных слушаний. На встрече не рассматривали ни проект планируемого здания, ни пути подъездов к нему. Но даже этот начальный этап обсуждений собрал огромное количество горожан. И в первую очередь жители волновало, как отразится строительство, но уже существующей инфраструктуре и, конечно, на их жизни. Мы сегодня рассматриваем проект нежелания территории под поликлинику. Проекта на дорогу и проекта на подъездную дорогу пока нет. Поэтому говорить конкретно нет. На слушание соровщане пришли с конкретными вопросами. Как будет организован подъезд к новой поликлинике, лишатся ли жители этого района парковочных мест, будет ли вырублен лесной массив. Но четких ответов пока не получили. По словам авторов проекта, площадь застройки еще не определена. А то, как будет подходить к поликлинике дорожная сеть, рассмотрят позже, на других слушаниях. Единственное, что уже известно на сегодня – расширение улицы Чапаева быть. При таком раскладе могут снести часть гаражей, находящихся в этом районе. Мой гараж попадает под снос. И меня интересует тот вопрос. Мне будут выделять место под гараж, либо строить гараж? Вопрос не этих слушаний, повторюсь. Линейный объект дорога продолжения Чапаева – это будет следующий проект, и будут следующие публичные слушания. Вы не можете следующее обсуждение делать, если вы на перспективу не рассказали. Ну а что вы смеетесь-то? Что вы сказки тут рассказываете? Поликлиника, что у вас, в воздухе подвешено, что ли? Вы хотите просто картинку нам сейчас обрисовать. Вот здесь мы решили, что будет у вас поликлиника. Мы не против поликлиники. Но давайте просмотрим вопрос, в принципе, в комплексе. С жителями, которые там живут раз, с гаражами, которые там стоят, с жилыми домами, конкретно, которые будут примыкать к этой поликлинике. Вы нам эту информацию не дали. Вопросов у гаража накопилось столько, что задавали они их наперебой. А вот ответов получить так и не смогли. Конструктивного диалога жителей с представителями администрации в рамках публичных слушаний не вышло. Какой у вас дом? У нас есть. У нас есть провалы. Провалы как? Хорошо. Провалы многомедровые. Вы что хотите домой? Не получив полного представления о том, какие изменения ждут тех, кто живет в ближайших домах, и как будет выглядеть район, жители и вовсе решили. Поликлиника в этом месте им не нужна. Предложение этот участок не рассматривать на другой территории. Все зависали, зачитали. Мы против поликлиники. Хорошо. Мы запишем это все в протоколе, дадим оценку, дадим заключение свое, дадим рекомендации. И проигнорируем. Так или иначе, обсуждение строительства новой поликлиники в Старом районе продолжится. В планах администрации подготовить проекты планировки участка и дорожной сети, и точно так же вынести их на публичные слушания. Остается надеяться, что о проведении этих слушаний жители проинформируют заблаговременно, и подготовят к ним подробную презентацию, из которой горожане четко смогут понять, как конкретно коснется их этот проект и затронет ли его реализация их интереса. Ранее утро последнего зимнего дня преподнесло сюрприз жителям улицы Московской, в особенности тем, кто привык парковать свой личный транспорт вдоль дороги напротив торгового центра «Севен». В результате прорыва водопровода на перекрестке Гоголя-Березовой проезжую часть залила холодной водой, которая на морозе моментально покрылась коркой льда. В то время как одна часть дороги по улице Московской обильно посыпана песком и почищена для стоянки транспорта, другая превратилась в огромную замерзшую лужу. Этот участок в новом районе находится под уклоном. Именно поэтому вода из трубы, прорвавшейся на ближайшем перекрестке, залила половину дороги. К обеду образовавшиеся лужи уже успели покрыться тонкой, хрупкой коркой льда. Но несмотря на это, последствия аварии, которая произошла в 6 утра в районе улицы Московской, создают очень серьезные проблемы для пешеходов. Горожане, которые спешат из супермаркетов домой, пенсионеры и родители с маленькими детьми. Все останавливаются перед пешеходным переходом. Но не потому, что мимо на большой скорости летит автомобиль. В едва замерзших лужах нога может утонуть буквально по щиколотку. Но если выбирать пути обхода, то придется передвигаться по голому льду. Если пешеходы еще как-то преодолевают это препятствие, то некоторым водителям пришлось сегодня отказаться от своих автомобилей. Колеса некоторых машин вмерзли в лужи. Как сообщает сайт Саров-24, причина ситуации – авария на водопроводе с холодной водой, произошедшей на перекрестке Гоголя-Березовая, была полностью ликвидирована. Для этого даже перекрыли подачу воды на участке. Однако, благодаря кольцевой системе водопровода, население не останется без водоснабжения. Остается только догадываться, когда же коммунальщики обратят внимание на этот участок улицы и посыплют его песком. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24. Саровский драматический театр подготовил для саровчан новую постановку «Сильвия». Начиная с премьеры, на каждом спектакле будет проводиться сбор денежных средств для помощи саровскому приемнику для животных «Подари жизнь». Перед входом в зрительный зал установят ящик, в который каждый из зрителей сможет опустить купюру или мелочь. Главная цель сбора – помочь работникам-приемникам и волонтерам сделать жизнь их четвероногих подопечных чуть более комфортной. Премьера спектакля «Сильвия» состоится в эти выходные 3 и 4 марта. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчанке Анастасии Седовой присвоили звание заслуженного мастера спорта. Соответствующий приказ министр спорта России Павел Колопов подписал на прошлой неделе. Напомним, выпускница Саровской школы Олимпийского резерва «Атом» стала бронзовым призером эстафеты 4 по 5 километров на Олимпийских играх в Пхенчхане. В начале марта саровская спортсменка отправится на этап Кубка мира в финский Лахте. Сотрудники саровского отдела ГИБДД подвели итоги минувшей недели. Всего на дорогах города произошло 11 ДТП, в которых никто не пострадал. Основная причина аварии – несоблюдение дистанции и нарушение правил маневрирования во дворах. Также правоохранители задержали 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения, причем один из них сел пеном за руль повторно. Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, который освобождает от налогов ежемесячные выплаты семьи в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Напомним, такие пособия семьи начали получать с 1 января этого года. К 2020-му их средний размер планируют довести до 11 тысяч рублей. Сильные морозы, пришедшие в центральную часть страны в самом конце февраля, повлияли на учебный процесс в ряде регионов. Так, в Ярославской и Ульяновской областях, Республике Мордовии и некоторых городах Нижегородской области отменены занятия в школах. На сегодняшний день все школы нашего города работают в прежнем режиме. Согласно нормативам, поводом для отмены занятий в начальных классах, в центральной части России служит температура минус 23-25 градусов. Ученики среднего звена могут не ходить в школу при минус 26-28 градусах. Зимние холода не повод пропускать занятия в школе. Учебный процесс не прерывается и не зависит от показателей уличного термометра. А решение, отправлять ребенка в школу при морозах или нет, принимают только родители. Сейчас существуют дистанционные технологии, электронные дневники. В век цифровых технологий речи об отмене уроков не идет. Прежде чем проводить ребенка в школу или оставить дома, нужно взвесить все за и против. Если впереди школьника ждет серьезное контрольное, то, возможно, стоит одеться потеплее и отправиться за знаниями. Но если ребенку не здоровится, то есть опасность, что прогулка по 30-градусному морозу только подорвет его иммунитет. Дети у нас разные. В зависимости от особенностей состояния здоровья, от удаленности. Привозят они его на машине или ребенок идет пешком в школу сам. Региональные министерства образования в ситуации изменения погодных условий могут давать лишь рекомендации по посещению школьниками образовательных учреждений. Так, в центральной части России установлены свои нормы в соответствии с возрастом детей. Дети начальных классов от 23-25 градусов и ниже могут оставаться дома на усмотрение родителей. Среднее звено это 26-28 и старшеклассники 30 и ниже. При этом педагогический опыт показывает, что чем старше ребенок, тем меньше погодные условия влияют на школьную посещаемость. При этом, какой бы ни была температура за окном, в учебных классах термометр должен показывать не ниже плюс 18 градусов. Дарья Цыпорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Единое движение региона в едином движении страны. По всей Нижегородской области полным ходом идет реализация проекта «Все с семьей в будущее». В рамках этого направления во всех субъектах региона проходят ряд социально значимых культурных, творческих и спортивных мероприятий, направленных на вовлечение школьников и их родителей в активную общественную жизнь. Команда Дворца детского творчества готовится защищать честь города на областном этапе соревнований «Лети модель». В детстве Виктора относился к авиамоделизму совершенно равнодушно. Но когда сын предложил ему вместе тренироваться и выступать на соревнованиях, решил поддержать увлечение своего ребенка. Первый опыт оказался удачным. Я решил попробовать. Вот вышло так, что мы заняли призовое место в шатках. И вот дальше пошло. А дальше семья Капутиных попала в финал областного чемпионата. Вечер накануне ответственных соревнований выдался насыщенным. Нужно проверить модели и потренироваться. Несмотря на кажущуюся простоту этих летательных аппаратов, они сделаны по всем законам аэродинамики и соответствуют требованиям соревнований. Требования какие? Модель должна пролететь чем дальше, тем лучше. То есть на дальность полета. Подопечные Александра Егорова будут участвовать в соревнованиях с планерами и нестандартными моделями. Как далеко прилетят такие летательные конструкции, зависит от умений человека. Здесь важна и правильная стойка запускающего, и угол наклона, и плавность движений. Елена Грицкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей, СОРО-24. Последние годы в нашей стране стали уделять особое внимание развитию детского футбола и воспитанию будущих чемпионов самых юных лет. В спортивном зале стадиона ИКАР стартовал первый в городе чемпионат по мини-футболу среди команд детских садов. Турнир проводится в рамках проекта «Школа Росатома». За призовые места поборются 16 команд. Победитель городского чемпионата будет защищать честь города на следующем этапе соревнований в Снежинске. Пять человек в команде и всего пять минут в тайме на то, чтобы отправить ворота соперников в заветный гол. И пусть футболистам не больше семи лет, борьба за мяч у них проходит так же серьезно, как и у взрослых. И свою игру они анализируют уже как настоящие спортсмены. Мы играли в футбол, у нас произошла ошибка. Была гола чужих. В чемпионате приняло участие 16 команд. Первыми в соревнованиях сразились малыши 41-го, 29-го, 16-го и 45-го детских садов. Диана Маслова в этой группе оказалась единственной девочкой, но за мяч боролась не хуже мальчишек. Да и задача перед ней стояла далеко не женская. Я защитник, я защищаю наворотника. Со своей задачей справился и нападающий из детского сада номер 41 Гера Павлушкин. За первый угрол он стал лучшим бомбардиром в своей команде, забив в ворота соперников три мяча. Мне понравилось стоять около ворот чужих. Когда бросал вратарь, я ему, когда он попадал на меня мяч, я пинал ему обратно в ворот и забивал гол. Чемпионат школы Росатома по футболу 5+, это хорошая возможность научить малышей работать в команде и привить им любовь к спорту. Организаторами городского отборочного этапа выступили департамент образования при поддержке городской федерации футбола и детской спортивной школы «Юниор». Детский футбол – это круто. Скажу так, самое главное, чтобы развивать ту преимущество, которая у нас есть в городе, начиная с города, надо вкладывать в детей и развивать именно детские спортивные секции, детские спортивные школы. Чемпионат проходит в несколько дней. Все команды разделили на четыре группы. По две команды из каждой выйдут в плей-офф, который пройдет уже 1 марта. И там ребята сразятся за право защищать честь нашего города на региональном этапе в Снежинске. Мария Рунич, Владимир Исеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Температура, влажность, давление – эти климатические характеристики поддерживаются в данном помещении на заданном уровне 24 часа в суд. Специальные инженерные системы следят даже за потоками воздуха, гуляющими между оптическими элементами, чтобы минимизировать их влияние на качество лазерного пучка. В новом центре лазерно-физических исследований в Снежинске созданы практически идеальные условия для экспериментов. А в конструкции самих лазерных установок применены самые совершенные инженерные и технологические решения. Крупная апературная оптика уникальная совершенно. Дифракционные решетки, пространственные фильтры, пластины из неодимового стекла размерами 300 на 600 миллиметров. Основная задача специалистов центра – выяснить, как ведут себя различные материалы и вещества при сверхвысоких давлениях свыше 100 миллионов атмосфер и температурах около 10 миллионов градусов. Полученные данные помогут решить множество задач в различных сферах деятельности, в частности, приблизиться к осуществлению контролируемого термоядерного синтеза. Кроме того, потенциал центра позволяет проводить на его базе совместные исследовательские эксперименты с институтами Академии наук. А о том, что это сотрудничество ведется и очень важно для обеих сторон, совсем недавно заявил глава РАН Александр Сергеев. Традиционно академические институты выполняют большой объем работ для проектов Росатома. Это проекты в области ядерной энергетики, ускорительной и лазерной техники. Это направление для РАН важно не только потому, что оно интересно, но и потому, что высокотехнологичные заказы от Росатома – это серьезная финансовая поддержка для институтов. В ближайшие совместные планы Росатома и Российской Академии наук входит реализация двух меганаучных проектов. Строительство в Новосибирске коллайдера, на базе которого будут вестись полномасштабные исследования в области физики высоких энергий, и создание в Сарове эксоватного лазера с суммарной пиковой мощностью в два раза превышающей нынешний мировой рекорд. Эти два проекта позволят осуществить уникальные программы исследований сразу по нескольким научным направлениям и обеспечат научно-технологическое лидерство России на многие годы вперед. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин